Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак. Сегодня на обзоре у нас будет небольшой компактный лазерный уровень от компании Hupar. Это модель Box 1G с зеленым лучом. Приходит вот в такой компактной коробке с фирменным логотипом и как можете увидеть аббревиатуры пройденных сертификаций. Внутри коробки находится матерчатый чехол и в котором умещается такая толстая инструкция на разных языках, в том числе на русском. Лазерная мишень с подставкой зеленая, сам прибор и магнитное крепление. Стоит на сегодняшний день прибор в районе 3600 рублей, ссылку как всегда оставлю под видео. И друзья, также кто живет в Беларуси можете приобрести его в специализированном магазине с гарантией, ссылку на этот магазин также оставлю под видео. Если говорить о конкурентах, то можно выделить, пожалуй, только одного более-менее подходящего конкурента по такой же цене с зелеными лучами. Это лазерный уровень Firecore F112G. Если помните такую модель, вот так он выглядит. И в комплекте у него вот такая сумка и также есть магнитное крепление. Ну практически одинаково. Мишени в комплекте у Firecore нет. Ну и сегодня в течение обзора разберем их различия, сравним лазерные линии по толщине на разных расстояниях, проверим прибор на точность, разберем его и посмотрим как он настраивается. Поэтому друзья обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если кто этого еще не сделал и давайте начинать. По традиции как всегда начнем с инструкции. Инструкция довольно подробная, в ней много информации на русском языке, обязательно почитайте перед использованием. Из инструкции можно узнать следующие технические характеристики. Вот наш бокс 1G и есть еще такой же бокс 1R, то есть красным лучом. Класс лазера 2, длина волны 505-520 нанометров. Да, кстати, друзья, в этом нивелире стоят лазерные модули Osram, как заявляет производитель. Точность плюс-минус 2 миллиметра на 10 метров. Это сегодня мы как раз проверим. Такая же точность у Firecore F112G, тоже 2 миллиметра на 10 метров. Автоматический диапазон выравнивания, то есть диапазон работы компенсатора 4 градуса плюс-минус 1 градус. Рабочее расстояние 45 метров у зеленого, 30 у красного, при освещении 100 люкс. Это такой приглушенный свет. Рабочее расстояние с приемником до 60 метров. Да, кстати, прибор работает с приемником, у него есть такой режим. У Firecore F112G такого режима нет, это как минимум первое отличие. Время работы, когда все лучи включены от 4 батареек, беспрерывно 4,5 часа, красные 11 часов. Питание 4 пальчиковые батарейки, класс защиты IP54 от пыли и влаги. Рабочая температура от минус 10 до плюс 50 и температура хранения от минус 20 до плюс 70. Вот такая инструкция. Магнитное крепление, 2 больших неодимовых магнита, магнитятся они очень хорошо, очень сильно. Крепите сюда прибор и магнитите на любую магнитную поверхность. Здесь также есть 4 пяточки резиновых, чтобы не портить поверхность и также крепление можно прикрепить на саморезы. Вот такая вот магнитная, хочу сказать качественная мишень с подножкой. На самом деле очень удобная вещь при установке различных металлоконструкций. Особенно удобно при монтаже потолков типа Амстронг, то есть вы магнитите к профилю. К примеру, вы установили метку на 1 сантиметр уровень у вас стоит под потолком и далее перемагничиваете в разные точки потолка мишень и выставляете отвесы также на эту отметку. В итоге у вас получается весь потолок в один уровень. Очень удобная штука. Чехол сшит очень аккуратно, нигде ничего не торчит. В принципе, все хорошо. И сам прибор сделан также идеально, все зазоры соблюдены, все ровно, никаких подтеков клея, сделано все на высшем уровне. Весь корпус обрезинен, это резина. Снизу имеется резьба для крепления на штатив, ну либо магнитное крепление 1,4 дюйма. На крышке также перечислены все пройденные сертификации. Батарейный отсек вмещает в себя 4 батарейки. Кстати у Firecore 112G вмещается всего 2 батарейки, то есть по сути он должен садиться быстрее, чем в Хьюпар Box 1G. Корпус у Firecore также очень классно сделан, это тоже черная резина. По качеству сборки вопросов нет ни к тому, ни к другому, они оба очень круто собраны. Тумблер у Хьюпара находится спереди, он двухпозиционный, блокирует и разблокирует компенсатор. У Firecore тумблер находится сбоку. По размерам приборы, как видите, практически одинаковые. Хьюпар чуть-чуть побольше, чем Firecore. Так и давайте быстренько пробежимся по функционалу этих приборов. По большому счету он схож, то есть оба прибора имеют по одной кнопке сверху и по одному индикатору. При заблокированном компенсаторе, как сейчас, то есть компенсатор заблокирован, кстати блокируется он очень хорошо, что у одного, что у другого. Можно включить режим работы с заблокированным компенсатором, то есть удерживайте верхнюю кнопку какое-то время и загорается лазерный крест. Как заметили, мигание происходит в течение пяти секунд у обоих нивелиров. Это опять же такая некая сигнализация, которая говорит вам о том, что вы находитесь в спецрежиме и уровень размечать в этом режиме нельзя. Чтобы выключить этот режим на Firecore нужно пролистнуть линии до того момента, когда они выключатся. На Хьюпаре нужно зажать клавишу на пару секунд и все выключится. Следующий простой режим самовыравнивания, то есть открываете маятник и линии уже автоматически выравниваются. У обоих нивелиров можно переключать плоскости по отдельности, так как у них стоят отдельные излучатели на каждую плоскость, на вертикали, на горизонтали. У более дешевых, так сказать, бытовых нивелиров, которые есть также у этих производителей, стоит один излучатель на обе линии, на вертикальную и на горизонтальную. У более профессиональных вариантов, как допустим у этих приборов, стоят отдельные излучатели на каждую плоскость. Как я говорил ранее, режима работы с приемником у Firecore нет, то есть удерживайте кнопку и он просто переключает плоскость. У Хьюпар Box 1G такой режим есть, в режиме разблокировано компенсатора, просто удерживайте кнопку на несколько секунд и линия начинает гореть чуть тусклее. Таким образом она переходит в пульсирующий режим и в этом режиме уже можете работать с приемником до 60 метров. Чтобы выйти из этого режима, опять же удерживайте кнопку на 2 секунды и линия начинает гореть как обычно. И также у Хьюпара можно переключать плоскости по отдельности. Установка компенсатора у обоих приборов происходит очень быстро, давайте я сейчас наклоню прибор и посмотрим. То есть фактически установка в обоих приборов практически моментальная, чуть-чуть она побыстрее у Хьюпара. При превышении наклона диапазона работы компенсатора, линия начинает вот так вот быстро мигать. То есть это говорит о том, что прибор нужно поправить и поставить на более ровную поверхность с наклоном не более 4 градусов. И друзья еще одно очень немаловажное различие, это давайте посмотрим разницу в развертке лучей. То есть как вы заметили апертура у Хьюпара скошена намного больше чем у Файерко и поэтому вертикальная линия должна у него закидываться за прибор. Давайте посмотрим. Так для начала давайте посмотрим развертку по горизонту, она в принципе у них одинаковая, но если только у Файерко луч может быть чуть-чуть совсем поближе к прибору, но это незначительно. Так и давайте посмотрим вертикали в ограниченном пространстве, возьмем к примеру полметра от стены и метр от стены и посмотрим как заходит луч на потолок. Так ну вот первый вариант 50 сантиметров, полметра от стены, давайте посмотрим. Ну то есть друзья как видите без шансов Хьюпар выигрывает у Файерко. Давайте посмотрим на одном метре, вот здесь у меня ровно метр, Файерко дальний, Хьюпар ближний и давайте посмотрим. Вот сейчас вот на одном метре Файерко заходит немного на потолок, но Хьюпар закидывает за себя, то есть здесь друзья все очевидно, Хьюпар конечно же выигрывает. Теперь давайте проверим их толщину линий, на разных расстояниях, возьмем 1 метр, 5 метров и 10 метров. Итак на одном метре сверху идет Хьюпар, снизу идет Файерко, по толщине Файерко на одном метре выигрывает, его толщина в районе 1 миллиметра, у Хьюпар чуть меньше 2 миллиметров. Друзья хочу сразу сказать, что яркость у Файерко очень высокая, можно даже сказать чересчур высокая, потому что реально бьет по глазам, у Хьюпар линия также очень яркая, но цвет какой-то мягче что ли и воспринимается глазами легче. Так давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах линии становятся одинаковыми, толщина у них чуть меньше 2 миллиметров, Хьюпар идет сверху, Файерко снизу. По яркости обе линии очень яркие, хорошо видны, давайте посмотрим на 10 метрах. На 10 метрах начинается очевидное отличие, у Файерко снизу толщина линий сильно увеличилась, сейчас можно видеть такое некое мерцание. У Хьюпар сверху линия тонкая и очень четко, толщина у Хьюпар в районе 2 миллиметров, у Файерко она в районе 4 миллиметров, поэтому здесь опять очевидно выигрывает Хьюпар бокс 1G. Так, теперь предлагаю проверить его на точность. Друзья, методик проверки таких уровней на самом деле несколько, сегодня я буду использовать одну из экспресс проверок, которая сразу нам покажет есть ли смайлы на линиях и есть ли вообще какой-то наклон плоскости. То есть ставим прибор, отмечаем на 5 метрах, но я буду отмечать на 10 метрах, вообще достаточно 5 метров для проверки. Отмечаем точку на перекрестии сначала, потом поворачиваем нивелир вертикалью на два с половиной метра от этой точки в одну сторону, но я буду опять же поворачивать больше и на два с половиной метра в другую и будем смотреть хвосты, как проходит через эту точку. То есть хвосты с допустимой погрешностью должны проходить также через эту точку. Вертикали проверим по ранее проверенному Hupar 603CG, очень классный уровень, идеально просто настроен, можете посмотреть это в его обзоре. Итак, вот здесь у меня есть 10 метров, 10.082. Кстати, друзья, опять же новинка лазерный дальномер SANDWAY SW70G с зеленым лазером, очень классный дальномер, также смотрите на него обзор, на канале все это есть. Вообще, друзья, на канале очень много обзоров, обязательно их смотрите, подписывайтесь на канал и конечно же ставьте лайки. Так, и давайте начнем, отметим точку на перекрестии, включаем нивелир и отмечаем первую точку. Так, отмечаем первую точку на перекрестии, теперь поворачиваем нивелир на два с половиной метра, но я буду, как говорил, уже поворачивать больше вправо или влево. Так, давайте повернем вправо и посмотрим, как проходит левый хвост плоскости через эту точку. Так, ну вот, как видите, линия стала тусклой, потому что это самый хвост, самый крайчик линии и он уже имеет меньшую интенсивность, чем в центре. Друзья, как видите, линия проходит идеально через точку, очень круто, давайте посмотрим второй хвост. Для этого развернем прибор влево, до того момента, как хвост потускнеет. Так, и давайте посмотрим. И правый хвост, друзья, проходит также абсолютно через точку. Горизонт у Hupara Box 1G настроен просто идеально. Давайте посмотрим вертикаль. Так, для этого возьмем пять метров, здесь у меня практически ровно пять метров получилось, и включим вертикаль у Hupara 630G. Как вы помните, она реально очень точная. Друзья, у кого нет проверенного нивелира, ничего страшного, проверить вертикаль очень просто по обычному нитяному отвесу. Вот включили обе вертикали, я их сопоставил, и давайте посмотрим, как они проходят относительно друг друга. Вот наши вертикали, слева идет Hupara Box 1G, справа идет Hupara 630G. Друзья, видно, что они идут абсолютно параллельно друг другу. То есть вертикаль у Hupara Box 1G также идеально настроена, очень круто. Так, и давайте посмотрим, как у нас обстоят дела внутри, и что предлагается по настройке. Давайте разберем прибор. Для этого нам понадобится выкрутить четыре шурупа снизу. После того, как выкрутили маленькие шурупчики, просто снимаем аккуратненько верхнюю часть. Здесь ее ничего не задерживает, никакие провода. В общем, друзья, это самый идеальный вариант разборки прибора. То есть вы разобрали прибор, имеете полный доступ ко всем внутренностям, прибор у вас запитан, то есть его можно включить, он работает, можно подкручивать и проверять. Это реально самый идеальный вариант. Внутри сделано также все аккуратно, все четко, компенсатор стоит на таком пластиковом скелете, но нельзя сказать, что он очень хрупкий, все достаточно надежно. В любом случае, любым точным инструментом нельзя играть в футбол и нужно обращаться аккуратно. Никаких подтеков, никаких ляпов, вот такие аккуратненькие излучатели. В общем, друзья, тут внутри тоже все в порядке и имеется доступ ко всем юстировочным винтам. И давайте начнем с настройки маятника. Вот этот шестигранник желтого цвета, это продольный юстировочный винт, то есть перемещая его внутри маятника, вы меняете положение маятника в этой плоскости. Если относительно горизонта, то горизонт будет опускаться либо подниматься. Сейчас чуть попозже я покажу вам подробней. Сбоку этого же маятника есть такой же винт, только поперечный. Также перемещая его внутри маятника, вы будете смещать центр тяжести маятника и он будет у вас играть в этой плоскости. Также есть отдельные юстировочные винты на каждый излучатель, их три штуки, два вот этих и один вот этот, то есть вот эти крайние держат стержень самого излучателя, эти два как бы прокручивают его стержень вперед-назад. И также есть два юстировочных винта для исправления смайлов, если вам видно это вот эти два маленькие шестигранничка. Их бывает по четыре штуки и бывает также по две. По две конечно же удобней, чем четыре. И давайте я вам покажу более схематично, вам так будет понятней. Здесь на самом деле не так много случаев, возьмем самый распространенный случай это соосное смещение, то есть у вас и горизонт отклоняется от искомой плоскости и вертикаль на одинаковое расстояние, то есть это самый простой вариант и самый безобидный и исправит его ну любой сознательный человек. При такой разборке здесь никакой сложности вообще не возникнет, то есть вы разбираете прибор и видите, что вам нужно подправить только поперечный винт, то есть вам надо чтобы весь маятник выправился сюда, вы просто в данном случае выкручиваете этот винт сюда, чтоб он своей тяжестью давил на маятник с этой стороны и как бы выправлял его положение, все очень просто. Следующий вариант это если у вас допустим вертикаль показывает точно, а горизонт показывает либо выше искомой плоскости, либо ниже искомой плоскости, то здесь опять же делается настройка маятником, не надо трогать и настраивать отдельный модуль, то есть вам достаточно здесь покрутить продольный винт маятника, в этом случае вертикаль у вас так и останется в этой плоскости ходить, она никуда не денется, а горизонт перемещая винт внутрь или наружу у вас будет либо опускаться, либо подниматься, тем самым выравниваете до искомой плоскости, это действительно очень просто. Следующий вариант если у вас горизонт в искомой плоскости, а вертикаль ну имеет какой-то завал либо вправо либо влево, то здесь уже выправить маятником не получится, то есть если вы выправите вертикаль поперечным винтом, допустим вкрутите его, измените положение и плоскость у вас выправится, но соответственно это скажется на горизонте, у вас тогда уйдет и горизонт вот таким образом, а вертикаль станет прямо. Здесь уже не надо трогать маятник, а необходимо настраивать чисто вертикальный модуль, его положение, это делается уже вот этими болтами, то есть подворачивайте его в ту или иную сторону как требуется. Следующее это если у вас горизонт завален вот таким образом, стоит криво, а вертикаль стоит прямо, опять же здесь не нужно трогать настройку маятника, потому что вы можете выправить его маятником, вкрутить либо выкрутить поперечный винт и выправить таким образом, но при таком раскладе у вас уйдет вертикаль, соответственно здесь опять требуется отдельная настройка исключительно горизонта, то есть настраивать отдельный модуль отвечающий за горизонт. И следующая ситуация это связанная со смайлами, то есть суть такая в лазерном модуле стоит такая призма цилиндрическая стеклянная и когда через нее проходит точка от излучателя она превращается в линию, но если немножко наклонить эту призму в какую-нибудь сторону, неважно, то сразу же передастся искажение и суть заключается в том, чтобы эту цилиндрическую призму вам установить максимально перпендикулярно по отношению к излучателю, то есть за это как раз и будут отвечать вот эти маленькие два винтика на торце, то есть вот здесь у нас горизонтальный смайл, вот у нас верхний горизонт, смайл как бы грустит и как бы улыбается, то есть этими болтами устанавливаем правильное положение призмы по отношению к излучателю и этот смайл исчезает, то же самое с вертикальным смайлом, вот друзья в принципе и все по настройке, на этом все, если видео было полезным обязательно ставьте палец вверх, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok